То есть это лишь подарок? Да, да, да. А почему они не подарили? Спасибо. Спасибо. Они сказали спасибо большое. 11 китайских школьников, победители технических научных конкурсов, с интересом наблюдают за тем, как построен учебный процесс в центре наследники Ползунова в Алтайском техническом университете. Разница культур не преграда. Язык технологии и прогресса позволяет им найти понимание и с российскими школьниками, и с преподавателями. Да, пожалуйста. То есть вот есть инструкция. Сунцин Лин – крупнейший государственный китайский фонд, поддерживающий в частности талантливых детей. Его представители говорят, Россия и Китай – стратегические партнеры, а значит, в области образования взаимодействие тем более важно. Мы рассчитываем на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество и ждем ответные делегации именно из вашего города. Тем более я здесь встретил китайских студентов, которые уже учатся у вас и говорят, что получают прекрасное образование. Чтобы жить в мире, в соседстве, как раз, прежде всего, очень важно взаимодействие детей. И там и тут, это интеллектуальная элита, это потенциальное наше будущее. Это дало возможность объединить усилия двух фондов, китайского и российского, с тем, чтобы потом, в дальнейшем, работать по совместным программам подготовки талантливых детей. Взаимодействие уже приносит первые плоды. Как нам пояснило руководство фонда Мельниченко, уже на следующий год запланирован первый российско-китайский конкурс технических проектов. Кроме того, у алтайских школьников есть шанс отправиться на конкурсы в Китай. В начале следующего года на базе Центра наследники Ползунова пройдет отбор претендентов. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.